Нефть начала день с разнонаправленной динамики. Снижение запасов оказало некоторую поддержку ценам на черное золото. Однако медвежьи настроения вновь взяли вверх. Котировки снижаются третий день подряд и с начала недели теряют около 17% от своей стоимости. Рубль упал почти на 3% в начале биржевой сессии среды, однако доллар на Форексе оценивается почти 78 рублей. На рынках сохраняются опасения по поводу падения спроса из-за пандемии коронавируса. Избыток мирового предложения энергоресурсов в период с февраля по май может достичь 10 млн баррелей в месяц. Эта цифра не учитывает намерения саудитов наращивать производство. Данные неутешительные, впрочем, как и цены на нефть. Фьючерсы на Brent в начале дня снижались на 1,29%. Североморская марка отметилась на свежих минимумах и торговалась по $28,36 за баррель. При этом темпы падения техасского сорта составляли более 2%. Стоимость WTI опускалась до $26,58. Министр нефти Ирака призвал провести экстренную встречу ОПЕК+, чтобы обсудить срочные меры для восстановления баланса на рынке нефти. Ценовая война между Москвой и Ариадом наносит дополнительный удар по котировкам эталонных марок. Тем не менее, российская сторона пока отмалчивается, а саудиты пророчат Brent по $20 за баррель. По оценкам экс-президента ОПЕК и министра нефти Катара, такое уже наблюдалось раньше. Сейчас ситуация еще хуже, поскольку осложнена влиянием коронавируса. Рубль в начале сессии формально отметился на уровне 79,22 за доллар. Однако дилеры назвали это ошибкой, поскольку подобных значений на самом деле не было. Актуальным на текущий момент является уровень 77,95, что в принципе не намного лучше. Россиянин сейчас торгуется на худших отметках с февраля 2016 года. Эксперты в один голос твердят, что при цене Brent в 20-30 долларов за баррель курс рубля будет находиться в диапазоне 75-82 в паре с долларом. Наиболее пессимистичные аналитики пророчат доллар даже по 90 рублей. При приближении к верхним границам Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке или даже повысить ставку. Сейчас регулятор продает валюту в небольших объемах в рамках бюджетного правила. На рынках ходят слухи, что Центробанк вмешается в торги не раньше, чем пара. Доллару рубль выйдет на уровень 85,90. Рассчитывать на устойчивую стабилизацию рубля можно будет при замедлении темпов появления новых случаев коронавируса. Также рынкам нужны признаки того, что предпринимаемые по всему миру стимулирующие меры позволяют предотвратить наступление долгового кризиса, последствия которого могут быть гораздо хуже, чем предполагается сейчас.